Пока за окнами холодает, в Чувашии думают, как бы потеплее и комфортнее сделать инвестиционный климат региона. Состоялось очередное заседание Совета при главе Республики. В каких регионах в бизнес рублем вкладываться стоит, а от каких лучше держать свой капитал подальше? Ответ предпринимателям на этот вопрос должен дать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Он же должен показать федеральным властям эффективность различных инструментов госполитики, выявить лидеров и аутсайдеров, чтобы затем принимать меры. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата будет опираться преимуществом на мнение предпринимателей и оценки экспертов, а не только на статистику и сухие отчеты должностных лиц или министерств. На сегодняшний день по большинству показателей в Республике достигнуты положительные результаты, о чем я уже сказал. Вообще Чуваши являются регионом с развитой экономикой, стабильной социально-политической ситуацией и низкими инвестиционными рисками, отметил Михаил Игнатьев. Однако точек роста тоже предостаточно. В Республике, не дожидаясь результатов рейтинга национального, провели свое исследование, которое показало, работу надо усилить. Мы провели опрос респондентов. У нас участвовало порядка 100 респондентов. Это из различных отраслей экономики, строительства, бизнеса, сельскохозяйства и так далее. И каждая из этих групп оценена была по пятибалльной шкале. Сегодня мне, к сожалению, приходится констатировать, что мы не набрали ни по одному из критериев даже четырех баллов. Один из критериев – так называемая регуляторная среда. Она включает в себя качество предоставления государственных услуг, время оказания, стоимость и удовлетворенность предпринимателей стандартными административными процедурами. К примеру, выдача и разрешение на строительство. Самые тяжелые сроки получения разрешения на строительство. В среднем от 165 дней до 205. Это вот то, что мы представили вам. Это регламентные сроки, которые сегодня существуют в медведомствах. Ну, то есть, в данном случае, это в Минстрое. Напомню, что самый лучший показатель среди Российской Федерации – это 78 дней. Ну, а чтобы деньги в республику везли туристов, Чувашии, казалось бы, есть все. И самая большая река в Европе и красивейшие места. Однако наплыва отдыхающих почему-то не наблюдается. Рекреационный потенциал у нас не развит, отметил министр культуры. Как исправить ситуацию, уже придумали. Скоро Маргаушский район станет лучше заморских курортов, обещают инвесторы. Проекты готовы, некоторые даже уже начали реализовывать. Но помощь со стороны государства не помешает. Наша компания на сегодняшний день увидела в Чувашии, в Чувашской республике, концентрацию природных ресурсов на реке Волга. Природные ресурсы, какие мы на сегодняшний день увидели, мы увидели не застроенный правый берег Волги. На берегу и островах можно строить шикарные базы отдыха и гостиницы. Впрочем, не спешить с финансированием у государства тоже есть причины. Вопрос с поднятием уровня ГЭС до сих пор в подвешенном состоянии. И гарантий того, что средства не уплывут, пока нет. Так или иначе, идей много. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией на туристическом рынке, шансы перенаправить поток со Средиземноморья в Поволжье тоже есть. Ольга Перечкина, Николай Яковлев, Республика.